Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий отчитался по итогам работы за 2022 год. Встреча с жителями 5-го избирательного округа прошла в гимназии номер 20. На ней побывали и мы. Свою речь Владимир Ружицкий начал с самой главной темы – поддержки участников СВО и их семей. С прошлого года в городском округе Люберцы проводится большая работа над тем, чтобы родственники военнослужащих и сами защитники получали необходимую помощь. Мы конкретно с каждой семьей сегодня на контакте. А таких на семье 351 семья. Они раскреплены за депутатским корпусом. Поэтому, если даже в этом зале будут вопросы, у вас есть знакомые, товарищи, близкие. Если есть вопросы, я на них отвечу. Возможно, что-то мы не учли. Мы обязательно учтем. Председатель Совета депутатов подробно рассказал о результатах совместной работы с администрацией городского округа в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Развитие отмечается в каждом направлении. Последние годы мы очень сильно укрепили материальную базу. Постоянно занимаемся ремонтами. Это ежегодно. Мы готовим наши учебные учреждения к Новому году. Ну и капитальные ремонты. Поэтому мы в прошлом году отремонтировали первую гимназию, шестую, детский сад в Октябрьском. Я уже не говорю, что мы ежегодно, а после завершения отопителями сезона, мы оцениваем, что происходит с кровлями, с теплом. О результатах проделанной работы доложил и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Парламентарий рассказал о самых значимых достижениях региона за 2022 год, а также о новых мерах поддержки жителей Подмосковья. Повышение зарплат бюджетникам является одной из основных задач правительства Московской области, губернатора и депутатского корпуса. С 1 января 2022 года действуют дополнительные выплаты учителям и старшим воспитателям по 5 тысяч рублей и младшим воспитателям детских садов по 2,5 тысяч рублей. Участники встречи также выслушали отчеты депутатов 5-го избирательного округа Александра Мурашкина и Сергея Черкашина. После докладов у жителей Люберец была возможность задать спикерам вопросы. Луиза Егия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.